Друзья, привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Клип Плюс. Сегодня такой небольшой новостной блог, потому что появились новости про вторую часть нашумевшего просто проекта, который вышел на Кинопоиске, это не реклама, если что, сериал про Короли Шут. Я покажу фотографии, даже видос со съемок, будет, короче, очень интересно. Подписывайтесь на канал Инстаграм, Телеграм, Бусти, погнали! Итак, что мы знаем? На полуострове Рыбачье и Мурманской области стартовали съемки полнометражного музыкального приключенческого фильма Короли Шут навсегда от создателя одноименного сериала Боепика о группе. То есть, это будет не второй сезон сериала, как все думали, это будет полнометражная картина, которая, я так понимаю, хотя это мы дальше узнаем, будет и в кинотеатрах, и на Кинопоиске. Как пишет Влад Коноплев, он будет, это тот, кто играет князя, он пишет следующее. Готовимся к полноценному погружению в фэнтези-вселенную. В полнометре нас ждет история о герое песни Некромант, главном злодеи и антагонисте будущей картины, который уничтожает сказочный мир, воскрешая мертвецов. Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и чтобы спасти родных, друзья встают на защиту мира, который они создали. Что из этого меня расстраивает? Я про это в Телеграме писал, то, что это будет вот эта вот фэнтези-сказка, да, которую я в сериале, собственно, и перематывал. Мне была интересна история вот их знакомства, как они придумали название группы, как Горшок потерял зубы, как, блядь, они расстались, как они мирились, про всех жен Горшка. Короче, вот это вот все, мне вот прям внутряк. Там были даже сцены, которые так и не попали в сериал, где они там ругаются на пристани какой-то, на причале, хуй знает, я так и не помню, где-то в Питере. Вот, то есть я хотел вот эти дрязги какие-то узнать, мне вот это было интересно. А как только появлялась эта сказка, я такой, блин, ок, ладно, смотрим, но я, я в целом эту историю перематывал. Ну что ж, имеем то, что имеем. К своим ролям возвращаются актеры из сериала Константин Плотников-Горшок, Влад Коноплев-Князь, Дарья Мельникова-Вдова, Вера Вольт-Принцесса, Илья Хвостиков-Кочерыжка. Режиссер будет тот же Рустам Масафир. И сценарий его же, кстати говоря. Так, снимают люди те же, что и снимали. Релиз будет в 25-м году, в прокате на Кинопоиске. Я в любом случае сделаю потом обзор на этот фильм, посмотрим, что же ребята выдадут. А пока давайте посмотрим видосик, прям с места съемок. Там очень красиво. И даже на камнях лежит чья-то голова. Погнали! Всем привет, ребят, смотрите, кого встретил. О, здорово, как дела? Блин, есть интервью у нас на канале, где я у ребят брал, собственно, интервью на презентации этого первого сезона о группе Короли Шут. И они наиприятнейшие люди. Я вот сейчас вижу, мне прям вот тепло на душе. Обязательно, кстати, посмотрите, если не видели. Короче, мы на съемках Короли Шут навсегда. Да, мы начали снимать, вот сделали мне такую маленькую штучку здесь, довольно симпатично. И начали снимать сериал. Фильм, фильм. Оговорочка, оговорочка. Ну, что ж. Короче, смотрите премьеру в 25-м году. У нас вот такие тут локации. Вот такие локации. Ты себя все время снимаешь? Вот. А вот теперь. А вот и голова! Вот, такая красота. Но это все декорация. Да-да-да, это построили художники. Декорации все построили здесь, абсолютно все. Вот, все, всем спасибо, всем пока. До скорых встреч. И здесь вообще песочный пляж. Да, был песочный. Тут все из Питера вот привезли. Ну вот, все, счастливенько. Вот такая вот история. Еще раз хочу подчеркнуть, я немного расстроен, потому что я бы смотрел продолжение. Я понимаю, что это сложновато делать уже без горшка, но как я как-то говорил, что можно было бы показать историю, ну, например, второй сезон начинался бы с, например, похорон, да, или с момента, как князь узнал. Что горшка, собственно, не стало. Вот пока сделать драму, понимаете, потом сам момент похорон, что было потом, то есть вот сделать непосредственно драму. И горшка я бы тоже вернул бы, просто он был бы в каких-то флешбеках, он бы приходил бы в каких-нибудь, я не знаю, блядь, снах, он бы приходил к Андрею во время написания каких-то новых песен. Ну, короче, может быть, я просто люблю драму, не знаю. Я бы двигал бы, короче, второй сезон или фильм, тем более фильм, кстати говоря. Да, вот сериал бы, наверное, не хватило материала, а для полнометражного фильма в кино я бы точно бы придумал какие-то... Как бы, хватило бы, короче, материала, идей для того, чтобы показать реальность без этих ебучих сказок. Но кому-то это нравится, и, возможно, я пойму. Я смотрел, когда интервью режиссера, где он говорил, мы хотели, чтобы это понравилось и фанатам, и людям, которые просто наткнулись на этот сериал, да, чтобы... Короче, они хотели сделать такую русскую игру престолов. То есть вот там мечи, головы отрезанные и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне первый сезон понравился. Вот. Хоть я никогда не являлся поклонником группы Король и Шут. Фильм посмотрим, имеем то, что имеем. Ну и, кстати, по-прежнему ждем, что же там по новостям будет про фильм полнометражный о группе Сектор Газа. Что-то понаобещали нам, и никаких новостей больше не было. Все, короче, давайте, выходит осенью 2025 года этот прекрасный, надеюсь, фильм, будем смотреть вместе. Все, с вами был Максим, подписывайтесь на канал, увидимся.